Самбо. Наука побеждать. Этот девиз уже много лет двигает к успехам борцов, тренеров и руководителей областной федерации. Турнир на призы братьев Сабировых собрал более 200 участников почти со всех регионов Украины и ближнего зарубежья. Это и традиции, и красота настоящей борьбы. Братья Сабировы оставили большой след в истории советского и украинского самбо и продолжают приносить пользу. Старший Юрий неоднократно выигрывал медали чемпионатов мира и Европы среди мастеров. Младший Вахид был чемпионом СССР среди молодежи. Сейчас оба помогают развиваться этому виду спорта и делятся опытом и знаниями с подрастающим поколением. А старший еще и продолжает выступать среди ветеранов. Мне лично приятно, что начиная с первого турнира, что намного больше стало участников. Самбо развивается за последних пять лет. Вадик, конечно, возродил этот вид спорта в Одессе. Мне нравится, что мы на первом месте. Стал старшим тренером он. Ну и деток больше. У нас свой зал есть. Хороший президент. Благодаря ему, правда, вот это все и есть. Спасибо Динамовским нашим старшим товарищам, что они нам предоставили такой зал. Я поздравляю своих друзей, своего заступника, братьев Сабировых, что они согласились такое делать. И всех участников, и тренеров, и судьев, и детей, и родителей, которые свое личное время тратят на спортзал. А спортсменам удачи. Мне когда-то сказали, дядя Саша, вы не можете быть командным игроком. Но мне неудобно было, я отвечу. Командный игрок я, не с теми, кто взятки берет. Не с теми, кто только говорит, а ничего не делает. Я в команде с теми, кто что-то делает. И вот мы нашли друг друга с Вахидом, мы создали команду, мы работаем вместе. А нам делить нечего. Нам вот что надо делать, прославлять нашу Украину. Вахид Милевич стал старшим тренером молодежной сборной Украины. Подготовил не одну плеяду чемпионов и призеров чемпионатов мира и Европы. Подопечный ценит его авторитет, а он знает множество тренерских секретов. Эту профессию ему пророчили с юных лет. С самого детства мне пророчили тренерство. Тренера мои, учителя мои в школе, друзья об этом говорили. Все говорили о том, что я должен быть тренером. И, наверное, так и случилось, что много времени я искал себя в жизни. И, наконец-то, в конце концов вернулся в спорт. И работаю, получаю истинное удовольствие. И на самом деле счастлив. На турнир приехали борцы различных возрастных категорий со всей страны, а также представители сборной Молдовы. Мы приехали на турнир братьев Сабировых. Один, я считаю, один из мощнейших турниров среди детей. Это здорово, что приезжает, и вы начали приглашать. В том числе мы со сборной Молдовы приехали. Я вам скажу так, что самбо на Украине очень радует. И самбо у нас в Молдове тоже развивается. Хороший мешок. У нас есть свои лидеры, свои достижения. Но и есть куда приезжать, и где учиться. Я этих двух братьев, моих друзей очень давно знаком. Знаю очень хорошо, уважаю, ценю, горжусь, что я нахожусь с моими детками на этом турнире. Хотел бы, чтобы этот турнир еще вырос. Уровень просто подняли до международного уровня. Потому что возможности есть, шансы есть, дети есть. Всего хорошего по соревнованиям. Я радуюсь, горжусь и всегда рад приезжать. Присутствовали на турнире и мотивировали юных участников и уже титулованные воспитанники легендарных наставников. В частности, победители Кубка мира в Белоруссии Кристина Бондарин, Анатолий Волошинов и бронзовый призер Александр Воропаев. Они, как никто, знают сильные стороны наставников и как советы помогают оказаться на пьедестале. Он человек-психолог. Он может подойти со всех сторон психологически, найти подход, успокоить, настроить. Да, где-то накричит, но где-то что-то посоветует хорошее, где-то что-то куда-то скажет, еще что-то где-то. Ну, разные нюансы бывают, но психологически он настраивает шикарно. Юра, он помогает на ковре, он приходит на тренировки, он с нами тренируется, он с нами борется, с моими детьми, которых я тренирую, тоже борется, всех подготавливает. Он сам в этот процесс вливается, он кайфует от этого процесса. Вадим тоже с ковра все видит, везде помогает. Один другого дополняет. Один из самых интересных эпизодов спортивного праздника – розыгрыш гран-при. Настоящее шоу собрало сильнейших борцов. И Толя Волошинов, и Саша Варапаев, и Кристина Бондарь показали хорошую борьбу, завоевали медали. Два первых, одно третье. Это очень радует. И саму суть одесского самбо, украинского самбо, что гимн опять звучит, и наши люди, как говорится, стоят на пьедестале. Это очень радует. Это, конечно, большой-большой пример. Сегодня будет турнир гран-при, в котором будут участвовать и Саша Варапаев, и Кристина Бондарь, и Коняковский Данила, и Роман Труш. То есть достаточно представительный будет. Пусть будет немного встреч, но они будут качественные, быстрые, ну и правильные, скажем так. И мастера покажут класс по достаточному поколению. Во время яркого турнира каждый участник убедился, что самбо – это не только наука побеждать, но главное – уважать себя, соперника, тренеров, судей и историю. Дмитрий Богомолов, Феликс Виноградов, телеканал «Репортер».